Привет всем! Я довольно много говорю на всевозможные злободневные темы, какие-то исторические, но иногда хочется потрещать о чем-то бытовом, житейском и, естественно, начать с себя, потому что я не стесняюсь рассказывать про собственные, скажем так, недуги, в том числе и мещанские. И в данном случае мы поговорим о традиционной истории про то, как, ну, вы знаете, вот человек уходит из дома, и потом он возвращается. Не потому, что он забыл посмотреться в зеркало, хотя и такие есть прекрасные персонажи, а потому что, например, он забыл ключи или паспорт или телефон. Ну, собственно, история многим вам знакомая, и у меня это случается периодически, постоянно, но это-то полбеды. Я по жизни все теряю. Я не знаю, как я умудрился работать на руководящих должностях, наверное, собственно, потому-то я на них работал, что мне нужна была какая-то самоорганизация. Для того, чтобы самоорганизоваться, нужно кем-то управлять. Или, например, чтобы над тобой висел Дамоклов меч в виде, ну, скажем, почему проще заниматься тренировками в коллективе под управлением, там, учителя, тренера и так далее. Ну, потому что у тебя есть какая-то система, в которую ты сам себя загоняешь. Как только ты начинаешь заниматься этим самостоятельно, очень часто, не у всех, но очень часто эта система летит. По этой причине, например, многие предпочитают все-таки работать в офисе, а не дома, потому что дом, он как бы расслабляет, и очень сложно себя собрать воедино. И вот эта вот забывчивость, она как раз в кассу, у меня было масса таких случаев. Наиболее показательный был с моим паспортом, я его потерял, не помню, там, несколько лет назад, еще в нулевые года, восстановил. Сейчас это, кстати, все проще, тогда еще не было никаких этих, там, ни госуслуг, ни прочего. И с этим новым паспортом я поехал в Москву, это была моя последняя встреча с моим прекрасным приятелем Никитой Поповым. Он играл на басу в нескольких группах, в том числе такая была группа Пепси. Это была моя последняя с ним встреча, после этого он умер. Я тогда этого еще не знал, мы обсуждали как раз всевозможные планы на будущее, я думал, переезжать мне обратно в Москву или нет. И, в общем, я с ним встретился, и когда я приезжаю на вокзал, я понимаю, что я опять потерял паспорт, новый паспорт, который я только что сделал. Хорошо, что я как-то, не знаю, смог убедить, очаровать проводницы, и меня пустили туда без паспорта. Забегая вперед, хочу сказать, что у меня был еще один такой случай, когда я забыл паспорт дома и ехал в Москву, но тогда мне удалось уломать, это уже был Сапсан, там все строго с этим, у меня был просто в телефоне, я скачал, у меня всегда там в почте лежат все сканы, все фотографии моих документов, я скачал, показал, и показал, у меня было с собой водительское удостоверение. Соответственно, ну вот, по этим двум признакам они меня пустили, хотя, опять-таки, по инструкции они не имеют права этого делать. Поэтому был очень эпичный мой приход второй раз в паспортный стол, когда я сказал, что я потерял паспорт, и она начала заполнять там какие-то данные, потом сказала, подождите, вы же вроде как только что его теряли, мы его выдали. Я говорю, ну вот, как бы, как бы да, такой бывает. Мне сделали второй паспорт. Это, кстати, потом привело к ряду сложностей у меня там с документом оборотом во всех этих бытовых историях, потому что как раз это был момент, когда я там перепрописывался, въезжал в новую квартиру, новый паспорт еще не проидентифицировался, не проиндексировался, я не знаю, как тут правильно выразиться, а потом не проиндексировался следующий новый паспорт, в общем, там была целая история. Буквально неделю через две или через три я пошел выкидывать мусор, и я вернулся, и звонок. Значит, человек звонит и говорит, вы знаете, я тут вот паспорт нашел, ну, через какое-то время, похоже, это ваш. Действительно, я его потерял по дороге. Поэтому я стараюсь на самом деле вот паспорта, где бы я ни был, там, за границей, или там даже вот в Москве, если останавливаюсь где-то, паспорта с собой не брать. То есть я храню их в гостинице. К тому же у меня был очень показательный случай в Стамбуле, еще в середине нулевых, куда мы поехали со своей благоверной, и там во всех путеводителях было написано, ни в коем случае не оставляйте деньги и паспорта в гостиницах. Я не знаю, почему это писалось, потому что я как раз все равно хранил свой паспорт в гостинице, и когда мы один раз возвращались к ней, был вечер, шел дождь практически проливной, и тут она буркскрикнула, какой-то мальчик вырвал у нее сумку из рук и убежал. Хорошо, что в этой сумке лежал только старый, никому не нужен ей телефон Nokia, ну, его можно было поменять. И я говорю, ну, представь, там был бы твой паспорт, например, да, и вот чего бы мы сейчас делали. Далее начинается история с тем, что я знаю, где находятся все вот пункты вот этих для забывашек, скажем, на Ленинградском вокзале, в аэропорту Пулково. Я ехал в Москву и купил себе планшет. Я обычно планшетами не пользуюсь, но вот так получилось, что в тот момент он у меня был, я думал с него показывать картинки, потом я, во время экскурсии, потом я от этой идеи отказался, потому что не всегда это хорошо. Вот, например, в таком состоянии планшет абсолютно бесполезен, нифига не видно. И я его положил куда-то, и всю дорогу я ехал с одной единственной мыслью. Не забыть планшет, не забыть планшет. Я его, естественно, забыл. Про то, что я постоянно там оставляю какую-то еду и прочее, которую с собой покупают, я даже не буду заикаться. Но в Пулково у меня в аэропорту были тоже очень забавные ситуации. Один раз я опаздывал. В Крым я вылетал, и это была пятница, я почему-то не учел, что все будут выезжать из города. Это было лето, и что-то я как-то понял, что встрял. Это был, наверное, единственный за последние несколько лет случай, когда я действительно ехал с нарушением всех правил по выделенным полосам, потому что иначе я просто бы не успел на самолет. Я понял, что лучше я заплачу штрафы, чем я опоздаю на рейс, потому что там уже все было распланировано. И я на первом досмотре забыл, соответственно, планшет. Ну, не планшет, а у меня такой вот серф, планшет-ноутбук. Он работает и с клавиатурой. А на втором досмотре я забыл, соответственно, куртку и пенку. Ну, пенку мне там выдали даже бесплатно у людей, у которых мы останавливаемся. Ну, а куртку мне пришлось купить термобелье, потому что какая-то теплая одежда нужна в горах, потому что мы туда ходим. Так вот, когда я возвращался, я, честно говоря, не знал, где я потерял свой ноутбук-планшет. Но я подумал, может быть, все-таки позвонить в пулку. Я позвонил, мне сказали, что да, похожий предмет есть. Я пришел, как раз я когда прилетел, я пошел в этот пункт, дождался. Там была очередь, кстати, я не единственный такой. Но там, правда, еще туда приходят люди, чей багаж потерялся в процессе перелета. И я все заполнил, мне выдали. Я ухожу оттуда, и тетенька меня догоняет и говорит, «Молодой человек, а планшет вы не хотите забрать?» То есть я все заполнил и ушел без него. Но вот это в моем стиле. Тут, кстати, надо еще сказать, что я очень трепетно и нежно отношусь к вещам, к своим автомобилям и так далее, потому что вот этот вот планшет, он был новый, когда я его покупал. Ну как новый-то? Есть просто умельцы, которые восстанавливают их и продают там в три раза дешевле. Ну, допустим, там покоцанные экраны и прочее. И буквально через две недели я его уронил на асфальт, и он мне перестал действовать как планшет. Теперь он у меня действует только как ноутбук, я только с клавиатурой могу с ним работать. Но все равно мне это удобнее, чем все другие вещи. Или вот объектив я купил 24 мм, который фикс каноновский. Он стоил, я помню, дорого для меня тогда, там, не помню, больше 50 тысяч точно. Первая же съемка, я прихожу, он у меня насажен на фотоаппарат, я тогда тоже на Кэнон снимал, и он у меня падает, разбивается. Но разбил я только, слава богу, фильтр, мне его пришлось потом выковырять пассатижами, то есть с тех пор у меня на этот объектив фильтр не насаживается. Ну, это все в моем стиле. Машины у меня все всегда покоцаны со всех сторон, это я, наверное, так знаете, по-французски, то есть везде. Но кто-то на самом деле меня трет, где-то я сам обо что-нибудь потрусь, об какой-нибудь угол, особенно люблю вот эти вот, знаете, вот эти вот кругляшки, которые ставят. Я всегда их задеваю. Дальше история про то, как я иногда, не то чтобы даже забываю, у меня был такой случай, но у меня есть специальная система для проведения экскурсии у моих экскурсантов. Это приемники, у меня один передатчик. В этой связи очень часто люди не удумевают, для чего наушники я все время прошу. Возьмите с собой наушники. У меня есть на самом деле наушники, но мне кажется, что логичнее, гигиеничнее, все такое прочее, чтобы наушники были свои. Соответственно, вот в прошлом сезоне, первая экскурсия, я всегда начинаю с... Вот у меня стандартное начало. В Питере убить царя у меня такая стандартная экскурсия, от малосадовой до спасанной крови. Я приезжаю там, в начале сезона всегда толпа, потом она спадает, по-разному бывает. В начале, почему-то с играми приходит очень много людей, люди соскучились. Я раздаю всем сестрам по серьгам, и тут я понимаю, что я не взял передатчик. Ну, для меня это была не очень приятная ситуация, потому что людей много. Я не люблю вот эту историю, когда ходит толпа, и какой-то там гид орет. Ну, вот мне пришлось посредством орала своего, значит, вещать. Ну, ничего, провещал. Так вот, самое интересное, что когда в самом конце уже были мы на канале Грибоедова, прощаюсь, я засунул руку в карман и нашел там свой передатчик. То есть я его взял с собой, вытащил, засунул в карман, стал всем раздавать, чтобы потом его надеть, и забыл про это. Понимаете, вот оперативная память равна нулю. Ну, или вот эпический случай, последняя поездка в Париж, то же самое. Взял все, взял все, взял, не взял передатчик. Пришлось вещать орала, ну, там было проще, там была у нас небольшая группа, буквально там 11 человек нас было, поэтому в данном случае все прошло хорошо и комфортно. Но вообще и такое вот бывает. Велосипед у меня есть, ну, у меня их два на самом деле. Один нормальный, вот на нем я езжу вот сюда, на заливе, живу в Сестрорецке, как правило, сейчас вот иногда еще в центре города останавливаюсь, но в основном у меня место жительства здесь. И тут вот есть, соответственно, и комплекс, куда я бассейн хожу, ну и в принципе на заливе я тут иногда занимаюсь, бегаю там и прочее, прочее. Сюда я езжу на велосипеде на нормальном. Но есть у меня для передвижения по городу маленький велосипед, с 3 до, это уже второй, потому что первый у меня угнали вместе с машиной предыдущей, потому что он мне не вылезает из машины. Я на самом деле такие вот уже скоро сделаю отдельный выпуск про то, как я с этим велосипедом по разным городам и весям путешествую. Так вот, для него есть чехол специальный. Прелесть основная этого велосипеда заключается в том, что за него не надо платить. Да, то есть ты его сдаешь в багаж, просто как не габарит, и все. В Сапсане я вообще даже не заморачиваюсь и с чехлом. Я в последнее время на всякий случай его с собой беру, потому что там, опять-таки, по правилу нужно его возить в чехле, но, как правило, на это забивает, потому что я вот так вот в щель там просуну, он везде залезает идеально. Но в аэропорту, конечно же, его надо запихнуть в чехол специальный, я туда запихиваю. Первый раз это было в Берлине. В кои-то веки, я, значит, вот последняя группа в Берлине, которую я возил, я уезжаю что-то очень заранее. Я обычно приезжаю, но, знаете, за полчаса до конца регистрации, это для меня прямо я приехал очень рано. А вот тогда чувствую, что-то уезжаю очень рано. Ну и думаю, ну и ладно. Поеду себе спокойненько вообще, не напрягаясь. Сел на вокзале, ну там точно так же, как много где. Есть метро туда идет, а есть поезда. Поезда делают меньше остановок, поэтому у меня была возможность. Я сел на вокзале на Фредерикштрассе, мы доезжаем, не помню, да, третья остановка, по-моему, и там говорят, знаете, надо пересесть на другой поезд. Ну окей. И я выхожу, сажусь в другой поезд и чувствую, что-то не то. Вот не то. И смотрю, что на моем рюкзаке нет вот этой вот колбасы черной, которую я пришпиливаю туда, это его чехла. Я руки в брюки, значит, велосипед, поехал, прилетел в гостиницу, говорю, вот, есть. Они говорят, да, 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 это ваше, я говорю, моё. Ну и после этого я уже в нормальном, стандартном режиме, тютелька в тютельку, тык в тык, поехал в этот самый аэропорт. В Москве тоже вот последний раз я был, уезжал, забыл его в гостинице, ну, соответственно, там уже просил свою знакомую, чтобы она его взяла и переслала мне по почте, даже не по почте, а курьерской службы, потому что мне нужно было уезжать в Париж, а купить его всё-таки дороже, чем заплатить за эту курьерскую пересылку. Абсолютно эпичный случай у меня был несколько лет назад, вот, с подобным предметом, да, это ключ от автомобиля, ну, вот видите, да, как они обычно выглядят, то есть в нормальных, современных, они, как правило, заходят в этот брелок или выскакивают, ну, у меня машина старая, как бы у меня на новую денег нет, и как-то мне их жалко, соответственно, у меня ещё вот-вот-вот такой вот ключ. И это ещё была у нас предпредыдущая моя машина, у меня тогда был Hyundai Matrix, такая абсолютно неубиваемая и неугоняемая машина, уродская, как, я не знаю, как моя рожа. Но при этом в этом была её и прелесть, потому что она нафиг никому не нужна была, я оставлял даже не запертый, у меня там замок сломался, я его даже не чинил. И мы тренировались на Крестовском острове, а там такой огромный парк, оставляли её в районе ресторана «Русская рыбалка» и шли пешком, соответственно, на поляну. И вот вечер, темно, мы ещё тренируемся, и тут я вдруг понимаю, что я потерял ключ, ключ потеряла по дороге вот туда. И это фиаско, на самом деле. Ну, Валера, мой учитель говорит, давай попробуем поищем. А к нам тогда как раз пришёл новенький парень и пошли вместе с ним искать. Ну, вот представьте себе, грубо говоря, тёмный, ну, конечно, не лес, но почти лес, да, такой тёмный парк. Мы шли, как правило, на эту поляну не по аллеям, а вот прямо напрямую. Ну, как ты там в этой пожухлой листве найдёшь вот эту чёрную пипку? И он её нашёл. Когда он её нашёл, я подумал, что, ну, у него, наверное, какие-то сверхспособности, не иначе, ну, потому что как это вообще возможно? Ну, тем не менее. Хотя, конечно, более эпичный ещё случай, я помню, был давным-давно, когда мы в Лосево, мы там в своё время любили прыгать с моста в воду, и, значит, мой приятель Кирилл, он забыл достать ключи от машины, из шорта в них прыгнул, и потом выяснилось, что машина не открывается. Но, тем не менее, мы как-то отморозили этот брелок, и в итоге открыли эту машину. Дома, понятное дело, вещи постоянно пропадают, то есть ты положил её, куда ты её положил, неизвестно. Я поэтому не люблю, когда вот наводят порядок, потому что я живу в таком, знаете, систематизированном бардаке. То есть, да, у меня там тут валяется что-то, вся валяется, но я зато знаю, где оно валяется. А потом ты приходишь и не понимаешь, где это всё, да, куда оно могло деться. Поэтому сейчас у меня один телефон, но одно время у меня было два телефона, и это было крайне удобно, крайне удобно. Зная о моей вот этой привычке, мне, моя благоверная, даже купила специальную такую китайскую хрень, короче, когда ты вешаешь её на ключи, а вторая часть остаётся у тебя, и если ты ключи потерял, или оставил где-то, эта вторая часть начинает пипикать. Но даже это меня не спасло. Я в итоге с этим смирился, потому что вот пиком моей вот этой карьеры потеряшки была история, я её уже рассказывал в соцсетях, но расскажу вам здесь ещё. Значит, заключалась она в следующем. Мама моя уехала на юг к сестре, они живут там, в Старопольском крае, и уехала летом и зависла, у неё не было с собой никакой зимней одежды. И она мне говорит, пошли мне заесть домой, пошли мне, значит, мою одежду. А у меня был очень что-то плотный график, квартира на проспекте Большевиков, мне это реально другой конец города, мне всё никак не получалось. И вот тут я наконец-то понимаю, что у меня есть свободный час, у меня экскурсия в Питере, после неё я сразу сажусь в поезд, еду в Москву. Соответственно, я приезжаю к ней домой, выскакиваю, беру её вещи, сажусь обратно в машину, еду, приезжаю, паркуюсь в Катькином саду, так называемом, рядом с публичной библиотекой, там практически всегда можно встать. И что-то я понимаю, что я забыл у неё куртку зимнюю, а месяц уже январь, ой, не январь, ноябрь, извините, ноябрь. То есть я выскочил в куртке, и там, пока дома я носился, соответственно, я её снял, всё собрал, положил в коробку, с этой коробкой выскочил без куртки, потому что почему-то я, наверное, в тот момент решил, что я без куртки пришёл. И что делать-то? Ну, реально холодно. Но я залез в маминой вещи, нашёл у неё такую замечательную куртку с рюшами и прочее, провёл в ней экскурсию. В конце я извинился перед экскурсантами за это. Одна прекрасная девушка, которая потом с нами ездила и в Париж, и в Берлин, сказала, ой, а я думал, так и надо. То есть вот настолько органично она на мне сидела, видите? Поскольку я ещё был в этой, в низе черепашьей шапочке, в балаклаве, то, в общем-то, выглядело это всё, конечно, потрясающе. Вот после этого мне пришлось пойти в гостиный двор, купить вот эту адидасовскую куртку. Она была дорогая, я бы в жизни не стал её покупать, но что поделать? Просто никакого другого магазина рядом не было. И тем не менее, что я вам хочу сказать, на самом деле мне это не мешает. Ну, то есть я вот в какой-то момент понял, что, наверное, это, я не помню, какой же этот был фильм, где человек сказал какую-то фразу, там была такая сломка постоянно, что это things, things, это вот fucking things, это всего лишь вещи. И может быть, и хорошо, что жизнь приучает тебя с ними расставаться, ибо если ты становишься к ним привязанным, то это меняет, в общем-то, твою человеческую сущность. Да, это создает проблемы, особенно в каком-то рабочем процессе, когда ты там где-то что-то забыл, потерял и так далее. Но поскольку я знаю, что эта проблема не у меня единственного, и что самое главное, вот тоже очень многих людей, которых я знаю, у которых такие же сложности, я бы не назвал их какими-то, знаете, там, несобранными или безответственными. Нет, есть люди и собранные, и ответственные, но вот такая вот ситуация. Вот последний раз, когда был в Париже, жил у своей коллеги Жанны, и увидел, что у нее на брелке два замка автомобильных, сразу же, от ее Марса. Я говорю, а ты не боишься возить их одновременно вместе с тобой? Ну, то есть логично же хранить один отдельно, а второй с собой? Она говорит, нет, я говорю, ну так ты же потеряешь. Он говорит, я никогда ничего не теряю. Я говорю, вот ведь я тебе завидую, так как, а? Соответственно, это вот мои истории, я уверен, что и у вас есть истории абсолютно фееричные, поэтому вы можете изложить их в комментарии, какие-то лучшие, может быть, потом расскажу здесь в каком-нибудь выпуске или за скринью себя опубликую на страницах, в соцсетях. Ну, о чем я не забываю, слава богу, пока что, это о том, что я провожу некоторые мероприятия, и ближайшие вас ждут уже вскоре. 9 числа в Петербурге будет лекция про Матильду Кшесинскую и Николая II, больше, наверное, все-таки про Матильду Кшесинскую, потому что очень много вокруг нее наверчено и накручено по понятным причинам, с обеих сторон, причем, и с точки зрения советской, и с точки зрения нынешней, монархической и так далее. Она же будет повторена 22 февраля в Москве. 16 февраля у нас премьерная экскурсия в Москве, мы гуляем по Знаменке, она называется от Боголюбского до Троцкого и Жукова. 2-4 мая здесь, в Петербурге, тур, 19 октября мы едем в Вену, в ноябре мы едем в Берлин, в январе 2021 года мы едем в Париж, а в марте 2021 года мы едем в Прагу. И планируется тур в Нижний Новгород, но пока я не могу понять когда точно состоится, потому что вроде когда-то была намечена, но у меня тут появляются кое-какие планы, которые заставляют это все дело сместить. Тем не менее, если вам интересно, пишите, я вышлю все подробности, тем более они есть и вот в описании под этим выпуском, как у меня на сайте, так и в группе у меня ВКонтакте. На этом все, оставляйте свои комментарии, увидимся, пока!